Еще одна убойная партия. Жители села Ракиты говорят, даже их терпение вышло. Чтобы выжить, они расстаются с коровами, которые их же и кормили. Теперь вот это все пустое. Посмотрите, сколько, штук 10 у меня. Здесь везде стояли бычки. Ну, бычки там мелкие рогатые сколько. Вот там вот два пригона тоже пустые. Там стояло больше 10 коров. Это все я вырезала. Татьяна фермер. Летом у нее было 20 коров. Держала их много лет. Признается, тяжело было всегда. Но в этом году особенно. Во-первых, цена на молоко упала. Во-вторых, корм подорожал. И как бы стало вообще невыгодно их держать. Я так подумала, что мало. Объем нужен. Ну, нужен объем. Взяла еще кредит 500 тысяч. Купила еще 10 коров. Ну, в итоге пришли к тому, что коров теперь нет. Сейчас бы с радостью я вот тоже опять заняться, но теперь это ни к чему. Падение цены на молоко весной было всегда. Но этой весной в пандемию его ощутили с особой силой. Для многих эти деньги содержали семью. Шли на покупку кормов. Но вместо 23 рублей за литр молоко закупали по 13. Сейчас у Татьяны поросята. Но цена падает и на мясо. Так что теперь женщина волнуется. Свиньи не спасут положение. К слову, таких, как Татьяна, целые села. При таких ценах молоко действительно, как говорят, что не меньше 30 рублей. Потому что в магазине литр молока 60 рублей стоит. А мы сдаем за бесплатно, отдаем. А столько трудов, мы столько своего здоровья сюда. Хотя говорят, ой, домик в деревне, как хорошо. Да поработайте вы в этом домике, в деревне. Покидайте вот это говно. Да все на свете. Съемка вообще запрещена. Где? Это моя частная собственность. Я не заходил. Имеет какое вы умеете право. Вот это общая территория. Да это общая, я согласен. Я не заходил. Здесь санитарная зона, 50 метров. На убойном пункте нашему приезду не очень рады. Но именно сюда в последнее время дорога накатана. За прошлую неделю получается 64 головы забили. Много сдают люди. Я в день бывает и два рейса делаю. Цена на молоко в данное время поднялась 23 рубля. А сейчас хоть по 50 сделаю, потому что корову в столовом периоде. Кстати, по словам фермеров, массово сдают именно владельцы личных хозяйств. Фермеры средней руки таких проблем не испытывают, так как тот же корм выращивают сами. Кормить получается дешевле. В отличие от соседей помельче, которые его покупают. В администрации района в качестве хоть какого-то выхода из ситуации предлагают вступить хозяевам ЛПХ в кооперативы. Это создание нескольких личных подсобных хозяйств, где-то от 6 и больше. Все в кучу. Соединяем все кооперативы, создаем. Это что говорит? Это валовый надой молока. Валовку создаем. Если ты вздавал по 13, ну в руках я сказал, по 13 рублей, то где-то по 16 рублей будут сдавать. Вступившие в кооператив смогут стать оптовыми поставщиками молока и мяса. По краевой программе развития кооперации можно купить технику и скот. Но останется ли к весне у людей поголовье и надежда, что личное подсобное хозяйство может держать семью на плаву, а не тянуть вниз. По прогнозам жителей, к концу зимы скот начнут сдавать и в Волчихинском районе. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком.